У большинства сочинцев в огородах есть немного хурмы, сливы, яблок, огурцов, помидоров. Выращивают в основном для себя. Соответственно, все овощи и фрукты самые, что ни на есть, натуральные. Увидев на сочинских прилавках такие вот местные помидоры, покупатель вряд ли пройдет мимо. Поставлять на прилавке магазинов местную продукцию по разумной цене и будет сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Агродар». К работе он приступит в ближайшее время. Выгодно такое сотрудничество, будет всем уверены специалисты. А главное, в выигрыше останутся сочинцы, и которые будут потреблять, и те, которые выращивают продукцию. Городские рынки и торговые сети доступны не всем. Не каждый селянин производит фрукты и овощи тоннами. Но у многих бывают излишки. К примеру, просто богатый урожай. На этом огороде, в самом центре Сочи, никак не закончится сезон помидоров. Хозяева уже и сами наелись, и соседи угостили. Сейчас приступили к приготовлению заготовок на зиму. Хотя на полках погреба стоят еще прошлогодние консервы. На рынок эти сочинцы не пойдут, а отдать на продажу выращенные плоды по выгодной цене не откажутся. Решить проблемы со сбытом, а при необходимости и с увеличением производства, что сегодня актуально, берется агродар. Возрождение и развитие на курорте сельхозкооперативов решает и проблему с перекупщиками, уверены в городском управлении сельского хозяйства. Мы же тогда лишим 1, 2, 3 промежуточных звеньев, которые участвовали в наценке сельскохозяйственной продукции. Поэтому, лишив это звено, мы придем к тем ценам, которые будут соответствовать действительности, которые будут, я уверен, на 10, 15, 20, 30% ниже, чем у перекупщиков. Помимо кооператива, агродар создан в городе и агродар-кредит, который будет кредитовать сельхозтоваропроизводителей. Своеобразная помощь в развитии и улучшении условий труда. Кредиты небольшие, но и выдавать их будут под небольшие проценты. Создается на базе кооператива и заготовительная контора. Основной проект – создание цеха по переработке субтропических фруктов – фейхуаху, румы, инжира. После регистрации торговой марки «Сочинский продукт» на прилавках появятся и местные консервы. Работы у сочинских предпринимателей будет очень много. Мы это скоро объявим, еще раз повторю, будем сами ездить по сельским поселениям, по сельским округам, будем собирать сходы граждан и объявлять, что по такому-то адресу, по таким-то ценам, по таким-то телефонам регулярно принимаем продукцию. В том числе и дополнительную тепличную продукцию – это губцы и помидоры, потому что их на самом деле не хватает сейчас на рынке. У нас, показывают, цены растут. Будем просить наших предпринимателей, которые есть в теплице, увеличивать производство и гарантировать им сбыт. Стать членом организации сможет любой селянин. В целом механизм замещения импортной продукции местными товарами разрабатывается повсеместно. Над этим вопросом работают разные регионы страны. По мнению уже местного руководства, кубанские аграрии получили мощный стимул, чтобы использовать свой потенциал.